Доброе утро, дорогие мои! Сегодня у нас 7 октября, значит поблагодарить за поддержку канала пока некого. Вчера я покупал вот это черешня для внука и 2 виноградные вальзы. Один успел посадить, там сантиметра, наверное, 40 бетонов. Один вот здесь посадил, хочу, чтобы вот так поднялась и как навес пошел. Второй вот тут должен был посадить. С этой стороны как бы потом, ну до сюда навесом должны идти. Второй вот здесь такая же херня и здесь с бетоном. Ну это вчера как раз снимал ролик вот этих пескунов, там с километра выпускал. И с Сашей по телефону разговаривал. Говорю, надо будет наверное завтра с полутора выпускать, потому что двое сразу не пошли, сели туда. В общем, ну что снова дальше вы узнали. Вчера там как раз по-моему во время звонка Саши в Абит мы разговаривали. Позвонили, сказали, что супруге плохо стало на работе. В общем, ну и поехал туда. Приехал ночью голубей тут были. По-моему даже и не все. Ну сейчас зайду в голубятни. Сколько прилетели, не прилетели. Ну по-моему то ли 14, то ли 15. Не знаю. В общем, сейчас я их вывезу на километр полтора. И оттуда проверим. Посмотрим как они. Будем тренировать. Ну дальше получится целиком снимать и снимать. Не знаю, как может вчера получиться. И этот надо посадить. Виноград тоже надо посадить там туда. В общем, одним словом мы предполагаем, Бог располагает, дорогие мои. Не всегда получается так, как мы хотим. Да, там из ребят задали пару вопросов. В общем, один то, что... Сейчас я попробую найти. Я начал вот. Добрый вечер, Гагик. Нужен ли круг голубям или это фасон? Чей-то подскажите, если не секрет. Но я задал, что забыл круг. В общем, ну из земли делает. Типа голубь садился на... И не знал, куда видел. Видел учет кругу. Ну я так понял, это есть порода голубей. Они разные, которые вот прямо вот закрываются и падает вниз. Человек про это говорит. Такая порода есть, но это не для всех голубей. То есть не все голуби так делают. Есть голуби, которые кувырками вот начинают это, да, там вука-вука или как там называется. Прямо кувырками пикировать вниз. Так, и тут Александр. Добрый день. Здоровья вам и вашей семье. Подскажите, стоит ли брать птенцов из-под забивного голубя? И в кого больше песку он берет? Больше игру голубя или голубку? Вообще-то генетически процентом 90 передается от голубев. Но это не говорит о том, ну скажем так, да, в семье там 10 детей, все похожи на отца. Ну а 11 копия как мать, понимаете? Вообще отцовского ничего нет. Это процент, говорится, среднестатистический. Как вот зарплата, да, вот в стране как это. Один получает 10 миллиардов, другой получает 300, да, там 3 тысячи. И когда прибавляют, делят на это, да, на общее количество людей, получается зарплата такая, понимаете? Но на самом деле один получает миллиард или миллион, другой получает тысячи. Вот это, да, то же самое в процентном соотношении. В общем-то процента 80-90 идет от самца, то есть от голубя. В общем, в основном должны передаваться гены этого, да, но не факт, что в этом голубе именно передастся исключительно гена отца. Нет, можно от матери передаваться. По поводу забивного голубя, значит, сначала нужно определить, что такое забивной голубь, потому что у нас многие путаются, путают, да, что такое забивной и что такое голубь забоя. Любой сильно бьющий голубь, сильно бьющий голубь, он уходит за бой. Если голубь хорошо бьет, жестко бьет, ну, скажем так, да, вот среди боксеров есть такие панчеры, нокаутеры. Если голубь с жестким боем, то он обязательно уходит за бой, за бой. То есть, если вы некоторое время этого голубя не поднимаете, этот голубь начинает уходить за бой. То есть, вы поднимаете, она начинает забиваться, в общем, приподнялся так-так-так-так-так-так и садится так-так. Ну, как вот последний я этих, да, голубок показал от друга. Они в забое. А забивной голубь, это голубь, который забивается, то есть, да, бьет и падает вниз, бьет и падает вниз. То есть, есть голубь, который бьет, при этом тянет себя вверх, бьет, при этом тянет себя вверх. Это голуби в забое. А есть голуби, у них правильный бой. С этими голубями спокойно нужно работать, в общем, можно и нужно работать, в общем. А есть голуби, которые бьют и падают вниз. Но это то же самое, что в ленту бьют. Это бракованный бой. То есть, голубь должен фиксироваться, останавливаться бойный голубь, подтянуть и после этого сыграть. Если он на месте, как это, да, как лента бьющая, вот они, лента бьющая, так-так-так-так и пошли. А этот бьет и падает вниз, бьет и падает вниз. Это даже хуже, чем ленточный голубь. То есть, таких надо убирать. Ну, сейчас я поймаю этих, посмотрим, что выеду на это, да, полторы километра и оттуда выпушу. Посмотрим, какой будет сегодня результат. Так, дорогие мои, ну, выехал на полтора километра, значит, 15 штук, одного нету. Вот этот черный, который, ну, в сегодняшнем ролике вчера, который выпускался на провода, вот его нету. Значит, выпускаю, смотрите. Долуби сидят на крыше. Ну, буквально метра в 100. И там. Там Витек живет. И чуть подальше труба там. Не знаю, труба, видно отсюда или нет. А вот она, труба, на котором Сапсан сидит. Ну, тоже метров 700, может, отсюда до Сапсана. То есть, вон там, ну, крестовина должна быть видна. Вот они. Там Витек держит. И здесь этот, вот Вова, ну, как его зовут. Будем проверять навшимость голодых пескунов. Посмотрим, как они. Пойдут к ним, сядут, полетят. Ну, если сядут, ну, грош цена, значит, нет. Грош цена. Судить надо по поступкам. Ну, это же даже и бед. Даже и бед. По-моему, уже бед. Это от белого лохмана. Э, засраны. Урод. Ну, этот может остаться здесь. Я сюда судьбу уже обрисовал. Ну, может соскочить, конечно. Скорее всего. Он не останется тут сейчас. Даже во время выпуска голубей он не должен сидеть. Должен сорваться. Ну, или этих может посадить так же. И вот, вода, фаршивая овца будет все с надоборяна. И неважно, от кого это с фаршивая овца пососкочила. Значит, хитрый. Сначала присел, посмотрел. Вот все. А потом уже пошел. Ну, чернохорст еще и молодец. Куда-то камучейки. Да, поперлый. А потом, видишь. Так. Ну, теперь сидят. Ну, вот так. Она точно не сядет, не останется. Сейчас наберет высоту и полетит домой. А так они должны быть. Завтра ехал уже на 2 километра выездить. Посмотрим. Женщина улыбается. Знаете, где вода? Тоже обчеркнули, обчеркнули. А, она четко. Пошла. Молодец. Второй тоже надогонкой идет. Вот здесь. Вот здесь тоже, даже, соответственно, вылезу. Так, набегченят. Вроде там уж шустренький. Ну, а те сейчас дружненько сядут. Там это, да, у нас же очень часто говорят, голубятники жалуются. Вот начинают пескунов тряхануть. У меня сосед начинает голубей выпускать, чтобы моих валить. Хорошо. Как он сажает маленьких? Я говорю, умных-то он не посадил. Туда садятся глупые. Понимаете, раньше было так. Если твой голубь садился на соседскую крышу, это уже не твой голубь. Потому что практически в каждом доме держали голубей. Ты уже не имел права пойти пугнуть этого голубя с того крыши. Понимаете? Все, вот сел туда. Это не твой. Поэтому твой голубь исключительно должен был садиться к тебе. И вот тогда почему-то не говорили, что если голубь остался в ночь, это хорошо. Потому что они прекрасно знали, если голубь остался в ночь, его кто-то обязательно поймает. Так, это красная шеечка. Посмотрим, малышок. Ну, что старенький? Татарса, любского сына. Один. Вот его черноши. Так, ну, смелко, смелко, смелко. Что, линяет там все, с собой. Тело как вся в иголках. Все тело в иголках. О, еще раз, дорогие мои. Смотрите, о, голуби сидят там. Они сейчас над ними летают. Это как-то было. Выехал в одно место там. Выпускаю голубей. Блин, выпускаю голубей. А там Саша, хлебовоз, он своих поднял. Ну и плен взял моих. Я тут выпустил штук 10, а он поднял штук 50 своих пермяков. Я подъехал. Чего, говорит? Сядут? Я говорю, ни хрена не сядут. Ну как? Ну, его голуби пошли на посадку. Так далее опять ушли. А как ты узнал? Нет, потому что ни один из них лапы не потянул, чтобы спускаться. Это малышок. Это одногнездка этого не предосчитал. Я сегодня не знаю, прилетит или прилетит. Был дома, не был дома. Ну, не знаю. Я вчера уехал. Приехал очень поздно. Бедные голуби. Думали, хозяева. Все в иголках. То есть спинки от этого. Мелкие перо. Сейчас они линяют. Это такой самый болючий для голубей. Не маховые перья, а эти. Скажите. Мелкие перья, когда сбрасывают, вот это. Да, дорогие мои. Ну, видите. Вчера выпускал, двое сели. Сначала прилетели 14. Потом 15-го, по-моему, видел. 16-го я так и не видел, потому что я уехал вчера. Ну, 15 голубят, если не прилетели, то 15-го не было. Но видел я 14. Или 15. Ну, честно говоря, не по-моему. 15-го тоже я видел. 16-го точно не видел. И вот сегодня, видите, из них двое сели. А вот сегодня уже дружники все пошли в нем. Ну, теперь посмотрим, как они теперь сегодня над домом будут. быстро сядут, будут летать. Но они должны набирать. Хотя, по-моему, чернохозтая шея уже поперла. Уж ладно. Она, скорее всего, и раньше всех прилетит. Ладно, поехал я домой. Там стоять. Так, дорогие мои, приехал домой. А вон они были. Никого не вижу. Вот они. А я в ту сторону смотрю, никого не вижу. Оказывается, они подлетели вот так. Тут сколько? Да, чернохозтая шея тоже здесь. Два, четыре, шесть, восемь, девять. Девять штук уже здесь. Да, и тут самое главное, смотрите, дорогие мои, прилетели, они не должны сходу садиться. Понимаете? Они еще должны над домом летать. То есть, когда вы так вывозите, там, проверяете принудительная побежка, в общем, голубь долетел. Это говорит только о том, что он умный. У него мозгов хватило долететь до дома. В общем, но если он прилетел, сел, это еще говорит о том, что он лентяй. Понимаете? Поэтому вам надо умный труженики. Понимаете? То есть, птица и умная должна, и еще и летать должна. Понимаете? То есть, прилетел домой, все, он не должен сразу садиться. Если он сразу садился, этот голубь все равно результаты, да, он не пропадет, он прилетит. Видите, подлетели к дому и опять поперли выше. Тут сколько? Девять было. Сейчас два, четыре, пять, шесть, семь. Двое отдельно пошли. Ну, нету обзора у меня. Так, шесть, вон, седьмой отделился, чернохвостая. Саш, ну, это бомба должна быть, этот пескон. Ну, это из достойных голубей, это от хомучейки. Там еще и братец у него. Отойдем, пошел на посадочку. И второй пошел. Это красношеечка. Не черношеечка. Адарсыновская. Самый маленький. Да нет, я это даже не сел. Пошел на посадку, но нет. Видите? Не сели. И сейчас в течение дня они опять соскучат. И на что? Да, вот и летают. Эти янии голубого пиши на хвостик падает. Скинули резко все. Скинули резко все. Вот это обязательно должно быть, понимаете? Долетели и еще должны над домом летать. Обязательно. Ни с хода они должны падать, понимаете? Еще раз, то, что голубь долетел до дома, это говорит о том, что он умный. Он нашел дом. Но то, что он долетел и упал, это говорит о том, что он лодер, он летать не будет. Вынужденно будет летать. А так самостоятельно, да, добровольно не будет летать. То есть результата вы от него никаких не получите. Поэтому отбор, 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 еще раз отбор. И как? Только путем гона. По-другому никак. Ну ладно, оставим, потом подождем на самих тоже. Так, дорогие мои, вчера я выпускал 16 штук. Значит, сегодня в утром посмотрел, но вчера я поздно пришел, смотрели, да, там. Было 15 штук. Сегодня я 15 выпускал. Значит, вот раз, два, три, четыре. Четыре. Так, там сколько? Два, четыре, шесть, восемь. Девять. Так, четыре, шесть, восемь, девять. Так. Восемь, девять. Опять неправильно считаю. Два. Два, четыре, шесть, восемь, девять. Четверо здесь. Так, четверо здесь. Это будет тринадцать. Так, двое здесь. Это будет пятнадцать. Ну а что-то должно быть шестнадцать. Сейчас посмотрим, тут еще кто-то есть. Было шестнадцать, я смотрел. Было шестнадцать, я смотрю, там еще один, не стоит еще. И все один. Так, еще раз посмотрим. Тут раз, два, три, раз, два, три. Это четыре, это пять. Это пять. А там сколько? Два. Два, два, четыре, шесть, восемь, девять, десять. Пятнадцать получается. Ну, считал я, вроде, шестнадцать было. Вроде тут прилетел. Бокси, ладно. Завтра утром мы посмотрим. Завтра утром все равно выпускать меня. Так, и еще. Четвери, шесть, восемь, десять. Десять, одиннадцать. Тринадцать, тринадцать. Ну, теперь еще четырнадцать стало. Бандит, ну, хорош под ноги падать. Ужас какой-то. Ну, еще один ребенок. Малякка. Ну, еще один. Ну, давайте, видите. Еще один. Да, сколько? Два, четыре, пять. Пять штук сидят. А там сколько их летает? Десять или одиннадцать. Да сейчас посмотрим. Нахрен его, знаете. Так. Четыре, шесть, восемь, девять. Даже. Не получается. Не получается. Не получается. Давай. Не получается считать. Ну, посмотрим. Ну, вроде я считал шестнадцать. Дорогие мои. Может, я. Может, я. Может, я. Неправильно считал. Вроде пару раз считал. Малышлите. Они же не стоят на месте. Чтобы. Чтобы. Чтобы их всех четко считать. Так что, завтра, когда поедем выпускать. Когда уже точно будет. Шестнадцать было. Или пятнадцать было. Я ошибся. Или вроде где. Или правильно посчитал. Ну, как вы поняли, дорогие мои. И эти летают. Ну, эти летают. Так, завтра будет новая тренировка для них. Расстояние два километра. Так, значит. Вот этим пескунам. Около двух месяцев. Есть некоторые даже, которые, ну, полутора месяца. Чуть. Ну, они только-только отпищали. Так, значит. Тут Анатолий пишет. Саламу алейкум, каких, брат. Позавчера кормил своих пескунов. Вроде пескуна месяц и двадцать шесть дней. Ну, почти полтора месяца. Ну, почти два месяца, Анатолий. Полтора месяца, 15. Так вот. Кормлю их. И сосед пришел ко мне со своим кутенком. Кутенка. А, кутенка. Кутка напугала. Пескунов, и они... Ну, кутенок, это шинок маленький. И они взлетели. Слава богу, все прилетели. А двое пескунов на следующий день прилетели. Я аж удивился. Думал, потерял их. Скажите, пожалуйста, Гагик, брат. Стоит этих пескунов потихоньку гонять? Или рановато? Это еще, как вы считаете, полтора месяца им с уважением. Толик. Знаете, дорогой мой Толик. Полтора месяца. Это... Я сейчас корма возьму. Я сейчас корма возьму. Продолжим. Да, полтора месяца. Это уже... Не то, что уже время. А можно сказать, чуть опоздали. Где-то в месячном возрасте пешалки начинают выпрыгивать. То есть, пешкуны, которые еще пешат, то есть, они уже могут летать. Как только пешку... Ну, пешалки, а не пешалки, они взлетают с гнезд. Выпрыгнул с гнезда и может обратно в гнездо. То есть, бывает так, что их, это, да, выкинули с гнезда. И такое тоже бывает. Ну, или за матерем там. Этот раз упало. То есть, этих не считаем. То есть, пешкунчик, которая, пешалка, которая выпрыгнула с гнезда и может это же расстояние подняться. То есть, ну, скажем так, расстояние гнезд. Вот так. Сидят в гнезде. Ну, вот эти сидят в гнезде. Видите? Эти, конечно, летать не смогут. А вот другие, которые в гнездах сидят и могут обратно до гнезда долететь, их можно уже смело гонять. И чем раньше, тем лучше. Почему? Потому что, понимаете, ну, скажем так, да, любое животное, оно очень быстро поддается дрессировке именно в маленьком возрасте. Будь это шинок, будь это попугай, будь это кошка, да, там, будь это голубь. То есть, тренировками, они поддаются в раннем возрасте, а не позднем возрасте. Потому что вы можете голубю там вовремя не гонять, а потом вы его и никогда не поднимете. Вы можете с щенком не заниматься, думаете, что пока еще маленький, сейчас подрастет, быстрее поймут, а потом у вас вообще ни хрена не получится. Поэтому выпрыгнул с гнезда, может обратно до гнезда долететь, все, уже можно гонять. То есть, время уже. Любой же, это, да, любая птица, которая уже может взлететь с гнезда, все, он уже начинает самостоятельно летать. Ну, бывают такие, которые падают и разбиваются. Ну, лодеры не могут. И такое тоже бывает. Не только среди голубей. Среди любого хища, это, да, птица, будь это хищный, будь это такая, да, там. Все, выпрыгнул, должен летать. Все. Это вот его время. Ну, вот как корм. Да, там у нас, как говорят, столько грамм надо корма давать на голову голубя. Вот этот один говорит 30, другой говорит 50, 30, 60. Ни хрена подобного. Голубям надо давать столько корма, чтобы им хватило для еды. То есть, было нормально. Как это делается? Насыпали. В течение 15-20 минут они должны вот этот корм доедать. Если вы корм насыпали в кормушку, даже учитывая, что там по 20 грамм за голову считали, а они не сели, значит, много. Значит, ваши голуби не едят по 20 граммов, а тем более по 50 или по 70. Ну, другой ходит больше. Понимаете? То же самое и здесь. Гоняйте, гоняйте, гоняйте. И не спрятайте. Там на дорогах нет.